Наталья Абрамцева Жила-была тропинка, тоненькая петляющая ниточка. Весело-легко бежала тропинка. Сначала через луг зелёный скользила среди густой травы, среди цветов. Потом ныряла в овражек тёмный. За оврагом начинался лес. С лесом тропинка дружила. Каждую ёлочку, берёзку давным-давно знала. С каждым ежонком, зайчонком, лягушонком поболтать любила. Да и с рыжей лисой и серым волком не ссорилась. Но, честно говоря, волк, будь он не злой, а умный, понял бы, что тропинка нередко его обманывала. Как? Очень просто. Вот спешит мчиться по тропинке зайчонок. От волка спасается. Волк догоняет, зубами щёлкает. «Тропинка!» – просит зайчонок. «Помоги! Уведи волка!» «Хорошо!» – отвечает тропинка. «Спрячься, а я волка уведу. Запутаю». Зайчонок спрячется за старый пень, а тропинка в другую сторону кинется. Не останавливаясь, мчится волк по тропинке всё дальше и дальше. А тропинка нарочно то в заросли крапивы нырнёт, то под поваленным деревом проскользнёт и, наконец, приведёт волка к лесному болоту. Только здесь, уткнувшись носом в болотную кочку, глупый волк потрясёт головой и поймёт, что давным-давно потерял зайчонка. А хитрая тропинка оставляет волка у болота и бежит в свой весёлый лес. Там её ждут дела. Дел у тропинки немало. Как-то раз бежит тропинка по светлому берёзовому лесу. Встречает мышонка. Мышонок маленький, а глаза у него большие-большие, как у зайца. Оттого у мышонка глаза большие, что слёз в них много, обежала тропинка вокруг печального мышонка, остановила его. — Что с тобой? — спрашивает. — Почему плакать собрался? Зажмурился мышонок, головкой замотал, полетели слёзы во все стороны. — Тише, тише, — говорит тропинка. — Не брызгайся. Лучше объясни, что случилось. Может быть, ты потерялся? — Потерялся, — кивнул мышонок. — Ничего, — успокаивает тропинка. — Я тебя домой приведу. — Ты знаешь, где мой дом? Мышонок осторожно ставит крохотную лапку на тропинку. — Пока не знаю, но ты мне расскажешь. — Да как же я тебе расскажу, если я сам не знаю? Слёзы снова закапали на тропинку. — Перестань плакать. Скажи лучше, ты мышонок лесной или полевой? — Я? — Наверное, корневой, — удивилась тропинка. — Что же это значит? — Я живу в норке возле корней большого дерева, поэтому я, наверное, как раз и есть корневой. — Ну, нет, — стала объяснять тропинка. — Раз ты живёшь у дерева, значит, ты живёшь в лесу, значит, ты лесной мышонок. — Теперь скажи, какое это дерево, мы быстро его найдём. — Это большое дерево, красивое и очень доброе, и защищает наш дом от ветра и дождя. — Знаешь его? — Видишь ли, — отвечает тропинка, — все деревья и красивые, и добрые. — А какое оно ещё, твоё дерево? — Ещё, — задумался мышонок, — оно белое и немного чёрное, а весной на нём много серёжек. — Так, белый с чёрным стволом и серёжки бывают только у берёз. Твоё дерево зовут берёза, но берёз много. Подожди, я узнаю, какая из них твоя. Быстро-быстро побежала, закружилась тропинка и узнала, что под берёзой с раздвоенной верхушкой мама-мышка давно ждёт своего мышонка. Проводила тропинка мышонка и дальше побежала. Вдруг ещё кому-нибудь помочь нужно. Выбежала ниточка тропинка из елового леса на солнечную поляну и налетела на что-то незнакомое из белых и красных перепонок. Тропинка, конечно, не знала, что это обыкновенные босоножки, но сразу поняла, что без неё им не обойтись. — Здравствуйте! — тропинка сделала петельку вокруг босоножек. — Вы, наверное, не здешние? Не заблудились ли? — Дело в том, уважаемая тропинка, — сказала одна босоножка, — что нас, кажется, бросили. — Бросили? Не может быть! Вы такие красивые! Кто оставил вас здесь? — Наша хозяйка — девочка с жёлтыми бантиками. — Может быть, ваша девочка решила побегать босиком, — предположила тропинка, — а потом забыла, где вас оставила. Сейчас я всё узнаю. Тропинка метнулась на соседнюю полянку. Там играли девочки. Закружилась тропинка вокруг босых ножек той девочки, чьи бантики жёлтого цвета. — Смотри, тропинка! — удивилась девочка. — А я и не видела её раньше. Интересно, куда она ведёт? И девочка побежала по тропинке, а тропинка привела её к босоножкам. Девочка обрадовалась, ведь она совсем не собиралась их бросать. Просто забыла, где оставила. Теперь всё в порядке, — решила тропинка. Но в это время из леса донёсся голос. — Ау! Кажется, я заблудилась. — Ох уж мне эти незадачливые грибники! — вздохнула тропинка и побежала на помощь. Так и живёт тропинка в делах и заботах. Всем нужна! Торопинка, торопинка, скажи, куда ведёшь? Веду туда, где зреет, покачиваясь рожь. Веду туда, где речка по камешкам бежит, а над водою вечно проносятся стрижи. По поля-полям-полям, по поля-полям, по поля-полям, по поля-полям. Тропинка, торопинка, скажи, куда ведёшь? Веду туда, где зреет, покачиваясь рожь. Веду на лук душистый, что на ковёр похож. И к домику с трубою, в котором ты живёшь. Попалапалам-полям, по поля-полям, по поля-полям. Попалапалам-полям, по поля-полям, по поля-полям. Попалапалам-полям, по поля-полям, по поля-полям. Попалапалам-полям, по поля-полям.